Здесь 900. Уберите. Не торопитесь. Слушайте, ну что вы трясетесь? Положите, и все будет в порядке. Дверь надо плотнее закрывать. Сергей Кузьмич, никогда не надо забывать, что деньги мы берем не у государства. Люди сами суют их на радостях от новоселья. Я, бабушка старенькая, под лестницей живу. Добрые люди сказали, что мне надо под лестницу приватизировать. И сказали, кудыть за бумагой идти. К самому товарищу Грыжину. Не погоди, вру. Это раньше он был товарищем. Нынче его повысили до господина. Ну, в общем, привели меня в очередь, поставили, и люди говорят о разном. Грыжин говорят, зверь, надо ему на лапу дать. А другой говорить, да, говорить, уж сунуть придется. Я говорю, люди добрые, я бабушка старенькая. Объясните мне, чем по лапе-то дать? И чего сунуть? И главное, куды? А не ха-ха-ха, ха-ха-ха. Как же ты, бабка, не знаешь, что значит по лапе дать сунуть? Это все одно, что отстягнуть. Я говорю, чего ж не знаю? Знаю. Так объясните, чего отстягнуть-то и где? А не бабка, ты в какой стране живешь, коли до сего дня не знаешь, что такое на пола пидать? Сунуть, отстягнуть, это все одно, что отслюнявить и подмазать. Ну, тут очередь закричала, пропустите я без очереди, она инвалид войны двенадцатого-то года. Ну, в общем-то, дверь открыли, мне поставили. А я же за столом сядет грыжин. Я говорю, мил человек, мне справочка нужна. Он как гаркнет, я справок не даю. А я вспомнила, что люди-то говорили, мил человек, так я ж могу тебе отстягнуть. Он пошел, встал, дверь закрыл на ключ и устал передо мною. Я думаю, чего ж я ему отстягнуть-то? Вижу, пяджак у него отстегнутый. Гляжу на пуговичках на бруках, маленькая, я быстренько взяла и отстягнула. Бруки с него свалились. Стоит он посереть бруков, нагнулся, бруки-то поднять. Я говорю, может тебе чего сунуть? Он перепугался, припрыжку в столу в руках запутался. А сам вижу, рукой еще кнопочку нажать. Думаю, вот теперь по лапе-то дать и надо. Гляжу, на столе стоит фигурта, бронзвля какая чугунная, а как там ему палатта? Он весь кис, слезы из глаз тякут. Вот думаю, его слюнявить-то и надо. Вспомнила, как корова-телят-то у нас в колхозе-то слюнявит. Нагнулась она от его леса. Он глаза поднял, говорит, бабка. Зачем пришла старая? Уходи, я еще пожить хочу. Но я не ушла. Я его еще и подмазала. На столе клей стояла, для чего? Промазала я, воу-ся, воу. Ну так и дал он мне справочку. Да и не одну. Значит, однокомнатную ту квартиру мне дал. Значит, пенсию мне повысил в семь раз. И еще дал мне бесплатный билет на кей-боксинг. А говорят, грыжен зверь. Добрые люди просто надо вовремя отстягнуть, сунуть, по лапе дать, подмазать и отслюнявить. Вот тогда и будем жить в мире. И согласись! АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин